Депутатский труд В своем относительно молодом возрасте думал, вот как я буду, ну, хотелось бы более живой работы. Но на самом деле, когда я столкнулся с реальностью и уже попал в эту атмосферу, кардинально изменилось мое мнение. Это ежедневные круглые столы, это сбор какой-то информации от общественности. А каким она способом собирается? Это либо электронным, либо формирование организации с совещанием, с привлечением каких-то заинтересованных людей. Управленческий опыт в Союзе молодежи помогает сегодня? Не то чтобы помогает. Это, наверное, основным моим сейчас является фундаментом вот этот опыт, который я получил для как можно максимально быстрого старта в законодательной деятельности. Деятельность в кругах. Для чего она нужна законотворцам? Ну, это, наверное, основа вообще в принципе депутата. Обратное, получение обратной связи от избирателей. Потому что все мы прекрасно понимаем, что основное наше место работы находится в городе Минске. А круга, от которых мы избраны, они находятся здесь, в Гомельской области. И, конечно, за неделю, которую мы раз в месяц посещаем свой округ, в течение пяти рабочих дней мы работаем в округе. И здесь задача наша максимально количество охватить население, встретиться с ними, услышать их чаяние в каких-то бытовых вопросах. Ну и как депутат парламента, конечно же, обсудить те поправки и законопроекты, которые в ближайшей перспективе планируются вноситься на рассмотрение. И что думают не просто обычные обыватели, а ведь я встречаюсь и с непосредственно теми людьми, которые будут исполнять эти законы. Исполнительная власть. Потому что это, наверное, основа любого закона. Проработать его на всех уровнях, чтобы он учел всех интересы. На кого он направлен, кто его будет исполнять. Потому что порой очень много подводных камней в любом вопросе. И вот наша задача депутата за этот пятидневный срок максимально, скажем так, пообщаться с населением по вопросам будущих законов. Это одна сторона медали. И вторая, конечно, безусловно, серьезная часть работы – это помощь в решении тех или иных проблем. Что сегодня наиболее актуально для вашего округа? Для нашего округа, наверное, как и для всей области, и, в принципе, для сельсоветов, конечно, это ямочные ремонты, дорожные работы. Сейчас надо отдать должное уже благодаря программе «Чистая вода» ежегодно, ежегодно в Гомельском и Добровских районах устанавливается по пять станций обезжелезивания. Потому что очень большая была проблема на сельской местности качества воды, которая идет в скважины. Но при всем при этом надо отдать должное, что местные советы депутатов хорошо срабатывают. И сказать, что повально поступают обращения – такого нет. Есть вопросы, которые, к сожалению, местный совет депутатов не может решить. Потому что это вопрос уже области, или даже, может быть, республики, или даже, может быть, закона. Вот здесь мы уже должны подключиться и помочь местным депутатам. Сегодня многих депутатов несложно отыскать в социальных сетях. Вы на своей странице в Инстаграме вовсе подчеркиваете, что это онлайн-приемная народного избранника. Какие задачи помогает решать такая форма взаимодействия с избирателем? Ну, на дворе 21 век, и основной, наверное, сейчас, скажем так, источник информации для населения – это, наверное, все-таки интернет, социальные сети. Ну, все мы сейчас там. Так или иначе, едем в автобусе, сидим где-то на обеде, вечером дома. Поэтому для депутата немаловажна обратная связь. Неважно, касается это обращение граждан, либо обсуждение того или иного законопроекта. И сейчас, наверное, для нас, депутатов, которые избраны народом, золотой век в плане общения с населением. Потому что, ну, раньше такого не могли себе позволить, чтобы выносить какой-то вопрос на общественное обсуждение. Собирали зал из 50 человек и обсуждали. А сейчас твое, скажем так, аудитория ограничена только количеством подписчиков. И одновременно к тому или иному вопросу могут до 2000 человек подключаться для обсуждения. Кто-то почитал и не оставил комментарий, либо не написал личку. А очень многие откликаются и высказывают свое мнение. Например? Да. Были примеры, что вот когда готовились предложения по внесению изменений в административно-правовой кодекс. В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте я пустил клич, видеообращение о том, кто сталкивался с такими наказаниями, которыми, на их взгляд, либо несоизмеримый, скажем так, размер штрафа содеянному, либо вообще за такое надо устно давать предупреждение, а потом уже в следующий раз уже наказывать. Поэтому очень много людей откликнулось. Я всегда говорил и говорю, что 24 часа в сутки, если сейчас я не прочитаю, то через час, может через два часа я обязательно прочитаю и каждому отвечу. Спасибо за это интервью, успехов в делах, до встречи в эфире. Спасибо.